всем привет друзья очередная посылка из китая скрываем это оперативная память друзья вот такой вот коробу упаковки она пришла 4 плашки получили анко вэл ddr 8 гигабайт памяти заявленная 1600 мегагерц по 1374 за одну штучку а характеристики я купил 1866 мегагерц для амдшного процессора что-то меня материнка больше 32 герц не поддерживает ну соответственно открываем дальше вот так это все выглядит давайте какую-нибудь одну ддр 38 гигабайт полтора вольта но все отлично все они одинаковые значит будет у меня работать 4 одинаковые памяти максимально 4 слота на моей материнке соответственно двухканальный режим будет на все что сейчас у меня на компьютере я почему собственно занялся этим вообще вопросом заходим в производительный диспетчер задач заходим память что видим что сейчас грузится 3 из 7 из 8 то есть у меня 8 гигабайт всего лишь и скорость на которой она работает всего лишь 800 герц то есть она такая но очень очень слабая память когда я загружаю ну какую-нибудь там игрушку она полностью полностью забивается и мы начинаем работать с памятью виртуально ну что же ставим надо будет еще вирусы настройки так вот сейчас вот игра грузится но видите уже 5 ну и так далее то есть сейчас игра грузится и в общем выключаем компьютер вставим память свои слота так разобрали блок выкрутили два болта открыли крышку вытащили здесь питание за ну и вот долезли там поменяли память эту вытащили итак друзья ну в общем то все поменял вот куча а вот старая 4 гигант стояли на 1600 герц две плашки непонятно сейчас современных мерках это безумно мало так ну что включаем включился агрегат сначала надо зайти в bios по моему на д на делейт она выходит так зашли в bios здесь у нас смотрим значит нажимаем дополнительно в расширенный режим прыгаем видно что ее полностью увидел компьютер но пока ее видит как 1600 мегагерц видит он ее так потому что у меня стояло 1600 и было вот здесь настроено вот во второй вкладке вот сюда вот на соответственно 1600 гигагерц мы ставим 1866 но можно вообще поставить в авто в режиме авто все будет определяться и но лучше вообще это сделать сначала так и если не получится если не заработать в этом режиме ну тогда ставим вот этот вот режим и здесь уже определяем частоту не вручную а вот этот вот вот этот так авто f10 save and reset yes еще раз заходим в bios смотрим как он определяет частоту теперь памяти дополнительно дополнительно о он ее автоматически определяет вот так уже 1866 герц так что ну друзья вот короче память это хорошая несмотря на то что здесь все стоит в авто и пусть стоит в авто это нормально так ну что я считаю что это покупка достойная значит мы выходим на escape ничего не сохраняем и зайдем сейчас в сам windows посмотрим что там так windows зашел заходим мониторинг ресурсов производительность память видно что вот они мои 32 гига сейчас используется 2.7 и скорость 933 герца значит мы ее должны умножить на 3 умножить ой на 2 и получаем наше 1866 я не знаю почему так ну вот почему так ну и давайте посмотрим какую нибудь игру ну вот я играл еще кроме там всяких Call of Duty вот властелин колец онлайн играю через вот такую вот загружается через такой файлик она русифицированная ну а сервера где то там в Америке в IT русский язык так ну вот он я в игре уже значит все вот шейдеры прогрузились игра отлично не тупик не лагает значит что тут по памяти 4,6 гигов используется 4,6 гигов используется ну наверное давайте еще что нибудь подгрузим вот это можно Outlook еще и давайте еще чего нибудь к примеру вегас посмотрим игра Vegas Outlook память идет и здесь вот чего-то там выделяется еще 41 гиг ну это жесткий диск походу виртуальную память выделяет ну работает неплохо я вам могу сказать явно лучше чем было ну каких-то там супер супер прям отклонений как вот допустим когда ставишься CD диск я такого не замечаю скорость не прибавляется многократно давайте вот этого товарища вылечим и что тут ну тут на память не повлияло никак так давайте еще видеоролик загрузим посмотрим какой нибудь ух ты вот такую ошибку что-то выдала это друзья синий экран и ошибки были для меня неожиданностью значит сейчас покажу вот такие вот ошибки выбивал мне Windows на протяжении ну буквально пять минут работы это выбивает основная Memory Management System Service Ваш долг даже была и Kern Security значит долгий отбился мучился этой памятью алкогол но в итоге просто смекалка меня спасла я начал переустанавливать Windows думал может проблемы с драйверами во время установки тоже была ошибка я понял что у меня уже ничего не получится я взял снизил снизил частоту на всех плашках соответственно и то есть скорость у меня видите вот такая но я ее снизил до 1600 но здесь не показывает не видно точнее 809 сейчас снизу сработает и все проблемы ушли то есть все без проблем бинда работает полностью все как надо но как бы обидно как бы так то есть смотрите сами если будете заказывать у этого продавца заведомо надо покупать с большими с запасом частоты иначе она у вас будет глюч то есть если вам надо 1866 заказываете 2 с копейками нужно 1600 заказываете 1866 и так далее сейчас я открываю спор с ним же но не на весь товар а на разницу там 500 рублей ну примерно там монет корректирует значит чтобы мне вернули ну скорее всего не вернут но это дело десятое но в целом все остальное работает прекрасно я бы сказал даже идеально вот эти вот может не знаю но хотя моя материнская плата вот системная плата у меня значит ASUS M5A97R20 она поддерживает максимально 1866 но в разгонном варианте и 2 133 ну как то так не знаю что тут конфликтует скорее всего просто память действительно китайская память которая немножко продается с таким вот наедаловым чуть-чуть но имейте ввиду то есть это будет полезно я думаю видео кроме того что полезное как про товар так и про его немного отрицательные стороны все всем спасибо друзья всем пока вот первую часть ролика я тоже загружаю продавцу сейчас и буду отправлять претензии всем пока ссылку на товар оставлю в описании в описании в описании в описании Продолжение следует...